В Ямал край суровым арктическим климатом, но уникальной и хрупкой природой. На бескрайних просторах вечной мерзлоты процветает неповторимый растительный животный мир. Регулярные научные исследования на Ямале начались 70 лет назад. В мае 1954 года в Салихарде открылся уральский филиал Академии наук СССР. Он был основан по инициативе советского эколога Станислава Семеновича Шварца. Перед группой ученых стояла задача изучить ресурсы Крайнего Севера. Начало было многообещающим. Уже спустя пять лет исследователи перебазировались в Лабытнанге. Отсюда было удобнее отправляться в экспедиции. На тот момент свою работу завершили геологи. Они освободили здание Института географии Академии наук, куда и переехали сотрудники стационара. Сотрудники стационара ездили в экспедиции на Полярный Урал, объезжали Ямал и Гдан на Сейнере Айсберг. Недалеко от Лабытнанг была построена база для изучения тундры по международной биологической программе. Со временем стационар разрастался. Увеличивалось количество сотрудников, проводились регулярные полевые экспедиции. Летом в Лабытнанге приезжали ученые с разных уголков страны и даже мира. Профессор Кнуцин, он сотрудник университета Копенгагена, изучает грибы. Много лет работают в Гринландии, в США, в Японии. Вот теперь они приехали к нам в Сибирь. На протяжении 20 лет на территории стационара велось озеленение. Сотрудники сажали деревья и цветковые растения, завезенные из разных мест. Так посреди холодной северной тундры появился богатый лес, несвойственный нашим широтам. Кедр отличается от сосны тем, что у него вот из пучка торчат пять иголочек. Пять-шесть, а у сосны только две. Вот уже семь десятков лет ученые ведут круглогодичные исследования уникальной хрупкой экосистемы Ямальской тундры. Вносят неоценимый вклад в развитие науки. Занимаются просветительской деятельностью, читают лекции для школьников и студентов. Выступают на пресс-конференциях, принимают участие в конгрессах, семинарах и форумах регионального, всероссийского и международного уровней. Среди них выставка «Россия» на ВДНХ. Конференция, посвященная изучению третьего полюса мира в Китае. Третий конгресс молодых ученых в Сочи, где прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Поздравляю, Владимир Владимирович, что вы сейчас узнаете моржи на Ямале, когда подвид атлантический моржа. Самое крупное, единственное на всей планете Земля континентальное лежбище обнаружили у нас на Ямале прямо между участками лицензионными Газпрома, например. Живет и процветает. Больше этого лежбища нигде нет. В марте этого года Александра Соколова вместе с другими учеными со всего мира пригласили выступить на Всемирном фестивале молодежи. «Меня пригласили участвовать в двух сессиях. Первая – это по поводу сохранения важности сохранения биоразнообразия, а вторая – по поводу важности изучения изменений климата». Возможность выступать перед аудиторией представители науки не упускают. Ведь так все больше людей узнают об их исследованиях, открывая для себя Ямал и его уникальных обитателей. «Я интересуюсь наукой. Я начинающий исследователь в области ботаники. Я учусь в Томском государственном университете и планирую специализироваться на кафедре ботаники. И сохранение биоразнообразия, в особенности растительного биоразнообразия для меня очень интересно. И, собственно, поэтому я решила прийти на такую панельную дискуссию». Сотрудники стационара организуют уникальные экспедиции, собирают данные и определяют меры по восстановлению популяции краснокнижных видов животных и птиц. Вот уже много лет они проводят мониторинг самых крупных и редких представителей семейства соколиных – кречетов. Это одна из немногих птиц, которая живет в Арктике круглый год. Для гнездования кречету необходимы высокие места. Обычно это скалы или деревья. На Ямале уникальный вид пернатых нашел себе новое место обитания. Это единственный в мире случай, когда кречеты стали устраивать свои гнезда на действующих объектах инфраструктуры. А именно на мостах самой северной железной дороги Апская-Баваненкова. Дважды в год исследователи проверяют мосты на наличие гнезд и отмечают, что численность особей за последние несколько лет увеличилась в три раза. Под наблюдением ученых находится еще одна ямальская популяция пернатых, которая имеет охранный статус. Сокол сапсан – самое быстрое живое существо на планете. Харизматичный хищник гнездится в тундре, а зимовать улетает в теплые края – от Южной Европы до Юго-Восточной Азии. Отслеживать пути миграции птиц удается благодаря спутниковым передатчикам, которые ученые надевают на сапсанов. Таким устройством снабжают не только взрослых особей, но и птенцов. Это делается для того, чтобы изучить, скажем так, онтогенез миграции. Онтогенез, то есть развитие, как птенец вылетел из гнезда, и что он делает до того момента, как начнет размножаться, куда летает, сразу ли он летит на юг, где какие остановки. Исследователи обнаружили еще одно интересное явление. Возле гнезд сапсанов селятся краснокнижные гуси-пискульки, чтобы таким образом находиться под их охраной. Пискульки в нашем районе гнездятся под охраной сапсанов. Такое интересное зоологическое явление, зонтичный эффект. Сокол сапсан, такой очень агрессивный хищник, устраивает свои гнезда. А пискульки откладывают яйца в свои гнезда, буквально в нескольких метрах или десятках метров от гнезда сапсана. И сапсан, отгоняя от своего гнезда хищников, таких как писец и другие любители полакомиться яйцами в тундре, заодно охраняет и пискулик. Центральное звено арктической экосистемы – мелкие грызуны, лемминги и полевки. Они потребляют растительность и сами являются основой питания и залогом успешного размножения многих хищников. 60-летний мониторинг грызунов позволил зафиксировать необычную тенденцию – процесс бареализации тундры. То есть, все больше видов, которые живут в южных широтах, проникают на север. Так ученые отметили довольно высокую численность водяной полевки. Лемминги – это сердце экосистемы, и от их численности зависит успех размножения у хищников-эндемиков, которые обитают в тундре. Мы сделали большую работу, мы опубликовали статью, в которой проанализировали 60-летний ряд данных по вероятности встреч наших грызунов в четырех подзонах тундры, от леса тундры до арктической тундры. И, к сожалению, наши данные говорят о том, что вероятность встреч сибирского и копытного лемминга уменьшается во всех типах тундры. Мы связываем такие глобальные изменения, в первую очередь, с изменением климата, с изменением растительности. В центре внимания ученых всегда находится и арктический лис. Это самый распространенный хищник тундры, который тесно связан с другими элементами экосистемы – грызунами, птицами и даже оленями. Чтобы больше узнать о перемещениях и поведении песцов, на них надевают спутниковые передатчики, а у их нор устанавливают автоматические камеры фото- и видеофиксации. Мы в рамках нашей бюджетной темы института изучаем трансформацию экосистем под влиянием изменения климата и антропогенного влияния. Это индустриальное влияние и влияние крупностадного оленеводства на экосистему. И песец в этом плане является уникальным животным, который отражает вот эти все изменения. Доля занятых нор песца зависит от относительной численности грызунов и от появления дополнительных пищевых субсидий. В последние годы участились такие явления, как дождь на снег или оледенение под влиянием изменения климата. И вот падеж домашнего северного оленя является очень существенной субсидией для песца. Именно в такие годы увеличивается доля занятых нор, то есть успех размножения у песца более высокий. Арктический лис стал объектом исследования в диссертации молодого ученого Антона Кирякова. Именно для моей кандидатской диссертации суточную активность их изучать, то есть смотреть в какое время они активны, когда они наоборот не активны и сделать уже какой-то вывод. Несколько лет назад сотрудники стационара запустили новаторский проект «Тундра глазами оленя». Первое такого рода исследование в стране позволяет собирать информацию о передвижении, питании и энергозатратах рогатых зверей в современных условиях меняющейся Арктики. В 2021 году при поддержке правительства ЕНАУ мы закупили ошейники с спутниковыми передатчиками, лучшие вообще в мире, которые могли быть, и повесили на два модельных стада северных оленей в районе нашего экологического стационара «Иркута». Мы в таких очень тесных взаимодействиях дружеских с оленеводами, как раз проживающие на этой территории, и вот они согласились стать нашими партнерами в проекте. Мы повесили 24 ошейника так, чтобы мы могли отслеживать передвижение оленей и очень подробно смотреть, где они находятся для того, чтобы понять биологию, это называется место обитания, то есть на каком конкретном участке растительности и в рельефе в определенном они проводят свое время. То есть таким образом мы косвенно можем посмотреть, как они питаются, в зависимости, опять же, от погоды, от того, как ими управляет человек и так далее. В нашу работу активно вовлечены, мы их стараемся вовлечь, они сами охотно в этом участвуют. Это люди, непосредственно живущие на территории Ямальского района, ну в целом ЕНАУ. В первую очередь это, естественно, коренное население, но на самом деле не только они, это также и рабочие, то есть люди, которые постоянно проживают в тундре, которые постоянно видят это перед глазами, на самом деле наблюдают это гораздо больше, чем мы, ученые, которые все равно туда приезжают. Для нас очень важны их наблюдения, их постоянный контакт с природой, их фиксация каких-то изменений, каких-то новых видов. В 2019 году на мысе Теутей-Сале было обнаружено уникальное лежбище Атлантических моржей. Эти млекопитающие обитают в холодных северных морях. Их вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. В 2021 году ученые запустили трехлетний пилотный проект по изучению и сохранению ластоногих. Глава региона Дмитрий Артюхов поддержал инициативу ученых придать территории, где обитают моржи, статус особо охраняемый. Под надежной защитой число краснокнижных животных продолжает расти. Это как мы называем рыбу, живое серебро северных рек. Тут надо назвать коричневый жир байдорадской губы, как-нибудь так. То есть он перетекает весь по губе, то есть какие-то особи уходят на кормежку, какие-то приходят. И вот комбинируя наши учеты на берегу с дронов и результаты спутниково-подробного слежения, позволяют нам закрепить наши предположения о оценках порядка пяти тысяч стада ямальских моржей. На Ямал часто приезжают коллеги из лаборатории Института экологии растений и животных. Так, группа ученых из Екатеринбурга организовала большую экспедицию на юг полуострова, чтобы собрать образцы полуископаемой древесины, которая сохранилась благодаря вечной мерзлоте. Кольца древних деревьев содержат уникальную информацию об изменениях климата. Количество колец годичных на этом спиле достигает, ну уж точно больше 350, это точно, может быть даже под 400 лет. То есть деревья жили очень долго и записывали, сохраняли в кольцах информацию о условиях своего произрастания. Главным образом, конечно, это температура летних сезонов, которая лимитирует рост древесных растений здесь на Ямале и раньше тоже лимитировала. Соответственно, если мы будем, хотя бы померяем ширину каждого годичного кольца, то мы можем узнать с определенной долей вероятности, какая была температура воздуха в каждый конкретный год. В летний полевой сезон на практику приезжают студенты из разных университетов. В их числе была Екатерина Шутова. Для своей дипломной работы она собирала материал по биоразнообразию насекомых и семейства комаров-звонцов. В ловле происходит петодом кашения. То есть у меня есть атомологический сачок, он достаточно крупного диаметра, и я хожу и кашу им по траве, то есть просто провожу. Потом залезаю в него, вот как на фотографии было показано, и в сачке выбираю тех насекомых, которые мне нужны были. Разнообразие, конечно, меня довольно сильно удивило, особенно когда я поехала после июня, когда было холодно в июле, и увидела, что видов-то достаточно много на самом деле. Но пока могу сказать, что видов 30 точно есть. Но это уже все будет проходить дальше в лаборатории, потому что комары определяются под микроскопом. Полевые работы – это большой труд. Долгое пребывание в тундре далеко от цивилизации приходится по душе далеко не каждому. Но те, кто видят в этом особую романтику и становятся настоящими исследователями. Порой на полевых исследованиях ученые оказываются в нешуточной опасности. Как рассказывает директор стационара Виктор Штро, у него было несколько таких случаев. Ясная солнечная погода, прекрасно высадились на вертолете на реке, поставили юрту. Тогда взяли в аренду в Ленгепротрансе. И пока мы ставили, где-то там тучка появилась на Байдорадской губе. Ну, все растет, растет сильнее, сильнее, сильнее. И потом оказалась эта тучка с ураганным ветром, нашу юрту чуть не сдула. Мы когда-то, когда начали, когда увидели, что она приближается, давай, какие все колия там, всю тяжесть, мотор, лодочник повесили на эти штанги, чтобы это все придавливало, я чуть не сдула у нас. Сильнее, чем ветер. Ну, с дождем, конечно. Только за последние несколько лет сотрудники стационара опубликовали более 50 научных статей. Выступили на десятках конференций от регионального до международного уровней. Выиграли несколько грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. В копилке коллектива множество важных открытий и выдающихся достижений. Наши сотрудники, 22 человека, наших сотрудников стационара, начиная с первых, которые там начинали работу, 22 сотрудника стали кандидатами наук. Два из них стали докторами. Разные поколения сотрудников арктического научно-исследовательского стационара – это профессионалы и энтузиасты, безгранично преданные своему делу, для которых наука – это и жизнь, и судьба. Их работа по изучению и сохранению хрупкой природы Арктики бесценна и крайне важна не только для нашего региона, но и для всего мира. Редактор субтитров А.Семкин